Спасибо, уважаемый господин Борисович, спасибо за то, что подъем. Я также хотел передать вам теплые слова приветствия и теплые пожелания нашего президента, Касан Жумат Кемиловича Тукаева. И также хотел бы поздравить вас с недавно прошедшим Днем Независимости Азербайджана. Действительно, за годы независимости Азербайджан добился колоссальных успехов. Мы этому радуемся, мы это видим, мы как братья казахи радуемся действительно. На сегодня преобразовался он в динамичное государство, которое на сегодня уверенно смотрит в будущее. Вот это показывает сам Баку, мы любим приезжать, казахи любят приезжать в Баку. Мы часто, вы знаете, очень постоянно, очень многие наши земляки здесь бывают не только отдыхать, но они здесь встречают настоящих дружей, братьев. И поэтому наши казахстанцы, они любят здесь бывать. Я сам люблю, моя семья сюда приезжает, поэтому я очень рад побывать сегодня в Баку. И Баку сегодня показывает, олицетворяет действительно мощь и процветание Азербайджана. Ключевым достижением вашей выверенной стратегии стало это действительно полное восстановление территориальной целостности вашей страны. Об этом сегодня говорили, об этом говорил и наш президент, когда бывал здесь. И мы в Казахстане искренне радуемся этому событию. Сегодня взаимодействие и Казахстана, и Азербайджана носит образцовый характер, я мог бы сказать. Далогом нашего успеха это является доверительный диалог между вами и нашим президентом, Хасмом Жамат Кемелычем Тукаевым. Вы уже дважды побывали в Казахстане. Наш президент в этом году был государственным визитом. Очень хорошим впечатлением вернулись наши делегации. И действительно историческим событием стало проведение межгосударственного совета между Азербайджаном и Казахстаном. Это действительно большое было событие. И мы вас ждем скоро на заседании ШОР. Также будет консультативная встреча лидеров Центральной Азии. Ваши коллеги будут здесь. И также наш президент планирует принять участие на заседании ОТК, Организации Чиркских государств, а также на саммите КОП-29, о котором сегодня говорили. Также мы, парламент Казахстана и Азербайджана, мы очень тесно работаем, как и со всеми нашими коллегами. Мы с Ахойвой Алиевной всегда на связи. И на всех межгосударственных, так и многосторонних встречах, мероприятиях мы занимаем практически единую позицию, заранее советуемся. И действительно мы очень тесно работаем с Ахойвой Алиевной. И также в этом году теперь председательство Тюркба Азербайджана. Я хотел бы пожелать удачи, успехов, успешного председательства и достижения намеченных целей. Также наши страны проводят последовательную миролюбивую политику. И вот недавно в Алматы прошли прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией. И Казахстан был рад предоставить такую площадку. И в будущем мы готовы оказывать дальнейшее содействие во всех этих вопросах. И мы, как и вы, заинтересованы в воцарении мира и стабильности в регионе. Еще раз я хотел бы вас поблагодарить и позвольте пожелать вам успехов в вашей высокой миссии, нацеленной на укрепление и процветание Братского Азербайджана. Спасибо большое. Спасибо. Передайте обвиня наилучшие пожелания. Уважаемому Краснодару Маркемельевичу, как вы отметили, его государственный визит в Азербайджан прошел очень успешно, с хорошими результатами. И также в рамках визита, как вы знаете, мы открыли в Физули центр детского творчества имени Курмангазы. Это уже второй дар городу Физули от братских стран. Первый в августе прошлого года мы открывали вместе с Шавкатом Миромоновичем школу имени Мильзоу Лукбека. Поэтому сейчас в Физули дети идут в школу имени Лукбека, а после школы идут в центр творчества имени Курмангазы. Знаете, это именно то, о чем мы говорим и то, чего мы хотим, чтобы наши народы всегда чувствовали поддержку друг друга. И вот эти два крупных очень образовательных объекта, которые стоят немало средств, и это все дар наших братьев, это навечно будет там. Кто там будет учиться, кто там будет проходить подготовки в творчестве, они уже навечно будут связаны этими узами с братскими странами. Вот это такое вот наследие мы совместно оставляем. И, конечно же, я с нетерпением жду новых встреч с президентом Казахстана. Как вы отметили, два мероприятия в этом году в Казахстане, на которые я приглашен, я очень благодарен. И также два мероприятия, где будет участвовать Касам Жамар Кемелевич, это в Шуше и в Баку. Но и помимо этого у нас будут еще контакты на других площадках. Мы договорились регулярно совершать визиты. Конечно, государственный визит это особый статус, но и в рамках рабочих визитов постоянно поддерживать контакты. И также выражая благодарность за инициативу казахстанской стороны предоставить возможность для переговоров между Азербайджаном и Арменией, мы это сразу же восприняли с большой благодарностью. И, как вы знаете, переговорный процесс идет с определенными результатами. Не сказать, что мы согласовали все вопросы, но, наверное, это было бы и трудно ожидать за такое короткое время, поскольку в течение 28 лет минская группа ОБСЕ не продвинулась ни на один сантиметр. 28 лет не был согласован ни один вопрос, поэтому сейчас за год-полтора ожидать, что все вопросы будут согласованы, конечно, было бы несколько наивно. Наивно, но важно, что есть процесс и есть динамика, и многие вопросы согласовываются. Ну, опять же, должен сказать, что наша позиция основана на международно-правовых нормах. У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат претензии территориальные к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турков лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками, поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможной. И когда мы этот вопрос ставим, я это говорил еще раз хочу сказать, не потому что мы вмешиваемся в их внутренние дела. Абсолютно нет. Но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам. Ну и потом, знаете, что еще я скажу? Чисто с практической точки зрения, ну посмотреть даже вот на карту, какое место занимает там Армения, а какое место занимает Турция. Сравнить просто военный потенциал двух стран, демографический потенциал, экономический потенциал. И после этого иметь территориальные претензии к Турции – это самоубийство. Или же иметь территориальные претензии к Азербайджану после событий 2020 года и 2023 года. Но это тоже, в общем-то, близко к самоубийству. Поэтому им надо менять идеологию, надо менять настрой в обществе. Это занимает время. Им надо полностью отказаться от идей реваншизма. А мы это видим, что такие идеи существуют и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки. Вот эти все вопросы должны быть, конечно, прояснены, отрегулированы. Но опять же я хочу сказать, что мы настроены на конструктивную работу по согласованию всех пунктов мирного договора в соответствии с уставом ООН и международным правом. Еще раз выражаю благодарность казахстанской стороне за поддержку этого процесса и создание прекрасных условий для проведения таких встреч. Перейдад мой Продолжение следует...